Итак, здравствуйте дорогие мои друзья, все мои подписчики, те кто смотрит мои видео У нас уже 11 час и наконец-то дошла очередь до моей самой долгожданной куклы, которую я ждала Это вот эта вот милашка такая, она к сожалению вся в кадр не влазит, здесь у нее шапочка Капюшон надет просто, эта кукла очень большая, ну не конечно не очень большая, но по крайней мере Она 33 сантиметра, ой мне уже очень плохо и у меня болит желудок, но я все равно снимаю, потому что мне нужно эти куклы распечатать все-таки Потому что завтра будет некогда И сразу скажу, что с этими куклами в наборе, ой в наборе, в коробке, когда я их заказала, то есть шибаджуку вот эту вот куклу И заказала еще и Брайер Бьюти Весна, но на нее уже и сняла обзор, теперь осталась последняя вот моя пятая кукла новинка На эту пятницу и с ними в коробке вот была вот такая вот штучка Это у нас пупырышки такие Вот И я ее оставила себе, потому что я просто обожаю вот так их хлопать Не знаю, у меня мама так обожала, наверное, это мне передалось Я в съезде везде такие штуки, я все везде хлопала Вот Мне даже как-то мама раньше отбирала в детстве, помню, такие, сама постоянно хлопала Поэтому я эту оставила и буду здесь еще много таких штучек, которым можно хлопать Они с воздухом, и когда на них вот так надавливаешь, они вот так хлопаются Как будто попкорн в микроволновке Ну, в общем, вот такая вот большая штука Это пленка такая, она просто там Брайер Бьюти, она коробка меньше, чем у Шидзуки была Если честно, я не могу выговорить это название Поэтому если что-то я буду произносить не так, то не обращайте на это внимания Потому что Шибаджуку очень трудно произносить Иногда я могу назвать Шидзуки их Но Шидзуки это уже не конкретный бренд Это уже идет кукла Сразу же покажу вам вот такую вот картиночку Где изображены, я ее просто вырезала из коробки Потому что мне все нужны куколки изображения Вот это у нас Сури Но иногда И где-то, по-моему, в Австралии даже говорили Может быть написано имя не Сури, а Суки Если честно, как-то звучит не очень Потому что это слово, которое я сейчас произнесла Это иногда считают уже как матершинным Поэтому Сури звучит для меня лично очень хорошо имя Это у нас Шидзука Вот такую я как раз-таки куколку жду И если честно, из всех вот этих кукол Пять первой волны, которая Есть еще вторая, но говорят, она вроде бы не вышла И вот этой куколки на Мике там уже не будет В Австралии она продается и в Америке в черном варианте Вот такая же на Мика Если честно, я бы ее купила бы в черном Если она продавалась бы в России И в Амперии кукол в черном варианте, то есть негритянка Я бы ее в черном купила Если честно, очень сильная вот такая Белая Если честно, она выглядит как бледная поганка Вот Поэтому как бы мне больше нравятся куколки негритяночки У них цвет кожи такой красивый, шоколадный Вот Поэтому я больше люблю кукол негритяночек Ну дальше вот эта вот шидзука Она ко мне приедет Если честно, она мне больше всех понравилась Из всех Потом, естественно, таки кое понравилась Вот она, которая у меня И это у нас йоко Если честно, уже третья мне понравилась Это йоко Но почему-то она дороже всех Она 3000 стоит В Империи кукол 2999 А вот такие намика стоят уже дороже Вот этих троих Кое, шидзуки и сури Она стоит 2599 А вот эти все три Сури, шидзука и кое Они стоят 2499 Поэтому Если я и буду какую заказывать Вот из этих вот уже оставшихся трех кукол Вот этих вот Я пока что Мечусь между ко Йоко и намики Потому что намика мне тоже как-то нравится Вроде у нее есть челочка А я с челочками люблю кукол Ну и я уже видела ее вживую У Аллы Сотской Которая тоже состоит в моей группе И видео есть вконтакте И на одноклассниках И на ютубе И вот у нее уже намика есть И мне она тоже как-то понравилась у нее Поэтому все-таки я не знаю Либо кое закажу Либо намику Все-таки на миг она дешевле стоит Поэтому Вот и не знаю Тоже разрываясь между ними Потому что Йоко мне тоже очень понравилось Ну реально красивая куколка Прям такие глазки тоже как бы голубые Хоть у шидзуки Они разного цвета Один голубой Другой зеленый Но Меня это теперь не смущает Мне ее очень платье понравилось Это вообще прям И волосы главное Белые С добавлением розового немножечко Поэтому я ее больше жду даже чем кое Ну по крайней мере хоть одна У меня уже есть Я могу уже насладиться Вот Вот они Они все тут пять кукол Вот На данный момент у меня осталось три Вот Сури мне не очень понравилось Особенно ее платье Глаза и прическу у нее красивое А вот платье какое-то такое Как у крестьянки Вот А у остальных всех вообще стиль очень красивый Вот она моя кое Это куколка Шибаджуку Кое Вот Шибаджуку геллс Если честно Добавляется еще геллс Я если честно думала Юбочка У нее на арте вот так как-то так торчит И вот это тоже Думала что у нее прям она Из такой ткани Что она будет кверху так подниматься То есть там На промо фото у нее не очень Все это И Она оказалась такая Как тряпочка То есть вот Красивая такая юбочка Ну Наверное рассмотрим Сначала аксессуары Потому что я хочу убрать уже С волос Их не буду тут оставлять Вообще как бы Эти заколки идут Вот эти две большие Я так думаю Для Хозяйки кукол Потому что они очень большие Тем более Вот Так же я говорила про Аллу Которая в Москве живет И у нее есть вот Намика И она говорила Что там на коробке Написано Что это типа заколочки Там Для тебя И для меня То есть Ну то что для нее И для Хозяйки куклы Потому что даже Вот я снимала обзор на Брайер Бьюти Как вы видели уже Там Кольцо идет в них Ну и у некоторых Не только у Брайер Бьюти У некоторых кукол Тоже иногда бывает Аксессуар Который Доставляется Для хозяйки куклы Вот Вот эти очень маленькие Заколочки Так Запуталась Вот эти вот Очень маленькие Заколочки Кстати Я когда я пыталась Расчесать волосы Я немножко здесь Выдернула клок Случайно Но клок был Небольшой Вот видите Вот Здесь тоже зацепилась Просто И И вот она Выдернулась Одна волосинка Вот так Если честно Выдернулась волосинка Это из-за того Что у нее волосы Все залаченные Конечно не сильно Но залаченные Мне это не понравилось Но мыть я пока Ей не хочу Потому что Распустив волосы У нее здесь Ну вот этот капюшон Когда я сняла У нее здесь Волосы очень шикарные Длинные Поэтому я попытаюсь Все таки Расчесать волосы Выбирая Вот Вот так вот По небольшой прядке Вот так возьму Начну одну прядку Расчешу Потом вот так Вторую возьму Прядку Расчешу Потом уже все Вот здесь вот Они в конце Они сильно залачены Вот здесь вот Потому что они здесь Не кудрявые Вот здесь вот Особенно под низом Они тоже залачены Да Не все конечно В некоторых вот так вот На очи трогаешь Они здесь вот нормальные. Они вот здесь внутри залачены, вот тут снизу, потому что, как мы видим, у нее только кудри вот здесь сверху, а здесь снизу нет. Но лак все равно присутствует. Вот, видите, вот прядь, вот она целиком, вот это уже с лаком, вот она даже не рассыпается, видите, вот это прядь с лаком. То есть некоторые пряди с лаком, некоторые без. Но мыть я пока не хочу волосы, потому что хочу оставить с кудряшками, потому что она такая милая с кудряшками, с этими, вот. В общем, где тут заколочки я положила, вот они. Вот такая заколочка большая, видите, вот эти две больших, мне кажется, это вот для хозяйки куклы. Но так как я далеко не ребенок, поэтому носить это не собираюсь. Может быть, пока сохраню и оставлю для своей племянницы, потому что детей у меня пока нет, поэтому детям отдавать некому, только племянница есть. Потому что она сейчас маленькая, я пока еще вот, вот, скоро должно летом быть 3 годика, и мне кажется, это еще для таких заколок маленькая, хотя она носит, но все-таки она может потерять их. Может, лет в 5 я ей отдам, может, и себе оставлю, тоже на кукол. Вот эти вот тоже заколочки, тут у нас вот идет заколочка такая с бантиком, это все, кстати, здесь вот, кстати, настоящие заколки, видите, вот, как, то есть, для людей, не просто там какая-то защелка, и все, здесь прям как заколка идет, и вот она, одета здесь часть, вот так вот, это все из ткани сделано, здесь пуговка пришита, и 4 сердечка таких блестящих. Здесь у нас ананас, вот самая большая заколка, тоже из ткани, вот он приклеен просто здесь, и все на заколку. Красиво, в общем, такой ананасик. Здесь у нас уже идет поменьше заколочки, здесь у нас вишенки, это все со стразами, тоже из железа сделаны, железные заколочки. Ну, вот эти можно таки оставить, может быть, или вот бантик. Вот бантик мне очень понравился, он очень маленький, миленький, тебе вот сюда так прицепить будет очень красиво. Вот, так что, может быть, я бантик все-таки и оставлю здесь где-нибудь, или вот тут вот так сделаю. Вот, вот такая вот вишенка, и бантик вот такой, черненький, со стразами. Вот, здесь такая заколочка. Так, ну и о самой куколке, как я уже сказала, волосы залачены, они у нее белые все, она блондинка, но они еще и кудрявые. Здесь так у нее капюшон надет на курточке, вот, и с прорезью, он вот такой вот здесь, прорезь достаточно-таки большая, но волосы все равно сложно пропихать, я, чтобы пропихать волосы, они потому что очень густые, их много, я вот так вот их все сворачиваю и пропихиваю, потому что здесь сложно пропихать волосы, их очень много. Вот, здесь же у нее такие, по бокам, вот, небольшие пряди, сделанные вот такие вот резиночки, вот, они захвачены вот здесь вот и вот тут так же. Капюшончик у нее пришит сразу курточки к этой желтой, он идет как, не знаю, как мишка, что ли, или как собачка, сейчас не влазит просто кукла, вот. Вот здесь такие ушки у нас, но они не стоят, что очень плохо, потому что они так вот прилеплены, когда на промо-фото они вот так вот, они так красиво смотрятся, что еще не станут выпрямить. Вот, здесь у нас мордочка, видно, вот, да, глазики, и такая вот мордочка. Сносиком, мне кажется, это собачка, мордочка собачки. На каких-то видео на ютюбе у Фроди, что ли, там, она тоже снимала самообзор с этой же куклой-кой, и она говорила, что у нее голова шмякается. Моя не шмякается она, вот. Она полностью твердая голова. Вот здесь что-то вот, если сильно давить на лоб, то немножечко она все-таки мнется, но она твердая. Она поворачивается только вот так, да, влево-вправо она не поворачивается. Глазки мне очень понравились, у нее большие такие глаза, но они выглядят как стеклянные, но если так вот трогать, то, мне кажется, они пластмассовые. Они вставные, но пластмассовые. Реснички настоящие очень понравились. Они у всех кукол такие, вот они, они тоже вставленные, как у Барби в основном тоже есть фэш, анистас тоже. Вот, вставленные реснички, это придает кукле такие очень красоту, потому что даже те Барби, которые фэш и анистас, у меня есть две куклы из тех, Тереза и сама Барби, и это делает куклу очень красивой. Точнее, даже у меня две Терезы из фэш и анистаса, вторая из стиля. Вот. Очень нежные розовые губки, которые едва заметны. Вот. Курточка, как я уже сказала, пришит на ней капюшон. Замочек у нее настоящий, но он не расстегивается до конца. Он очень маленький. Здесь вообще вот такая вот собачка, которую очень сложно ухватить и очень сложно расстегнуть. Вот, видите, то есть он расстегивается не до конца, потому что здесь нет железки, которую вставляешь, она просто вот так расстегивается и все. То есть замочек отсюда не вылетает. И что меня больше всего еще удивило и поразило, что куртка есть, а под курткой ничего нет, то есть голо. Я вижу телосложение у нее такое, ну, большенькое, чем у Monster High и Ever After High. И, можно таки сказать, походит на Барби. Только вот у нее грудь немножко здесь поменьше. Поэтому, не знаю, подойдет ей для Барби что-то или нет, но я попробую. У меня есть не только от Барби одежда, и еще другая там от Эбби кукол. Вот, поэтому что-нибудь да подберу. Если не получится, то я ей сошью топик какой-нибудь и одену ее все-таки под курточку, потому что, ну, неудобно. Куртка как-то даже стыдновата. Курточка, и ничего по ней нет. Вот, он даже застегивается очень трудно. Так, ну вот, курточка такая желтая вся, да, домочек настоящий, но на рукавах у нее вот такие вот черные полосы, четыре штуки, и здесь тоже. Сам рукавчик вот здесь вот уже книзу, здесь у нас штырек, который я не вытащила. Вот, ненавижу эти штырьки. Они все там в голове остаются, это приходится обрезать вот такими вот щипчиками. Я прям там раздвигаю все это, все волосы, и потом нахожу эти штырьки и обкусываю их. Если честно, это вообще меня бесит прям аж. Шарниры очень хорошие, у нее мне понравились, да, ручки такие маленькие-маленькие. Вот. Если честно, меня удивила голова, да. Ручки такие маленькие, тело-то, ну, вроде маленькое, ну, по сравнению с головой, но голова-то вообще прям большая. Если честно, напомнила мне кукол Братцу. Братца тоже тело маленькое, а голова больше намного. Вот. Ну, я имею в виду по виду. Мне Братца напомнила она. Вот. И вот на самих рукавах уже вот здесь вот, где кисти рук, у нее черные вот такие манжетики. Здесь тоже штырек. Вот. И вот такая вот юбочка. Хорошо, что она не пришита к куртке. Вот. Юбочка. Она здесь на липучке. Она леопардового цвета. И тоже у нее здесь присутствуют такие желтые тоже. Вот видите. Рисунок желтый. На юбочке. Она двухслойная. Здесь просто такая ткань. И здесь снизу уже под юбочку вот такая сеточка черная. И здесь у нее идет как ленточка, чтобы юбка не крутилась туда-сюда. И я вижу трусики даже сделаны. Видите, вот даже тут бантик. То есть сделаны как молдированные трусики. Вот. И на ногах у нее вот такие вот носочки, гольфики идут. Они вот полностью. То есть не просто вот здесь как бы одета, а здесь тоже у нее нога тоже в гольфиках. Вот. Они, кстати, разные. Одна полностью этот гольфик как леопардового цвета. А другой такой же как юбочка вместе с желтыми пятнами. Вот здесь вот. И он как-то белый. Белее даже, чем вот этот. Вот. Вот. Если честно, на промо-фото этого не видно. Там они практически одинаковые. Вот. То, что они разные, это я уже узнала на обзорах. Когда смотрела тоже на обзорах. Вот. Если честно, когда вот так делаешь ногу и потом вот так возвращаешь, у нее вот это вот западает туда и может порваться. Вот. Что же неудобно. И вот такие вот маленькие ботиночки у нее одеты на ногах. Розового цвета. И они такие тоже, ну, мягкие, резиновые. Кто-то говорит, что когда снимаешь вот этот гольфик, они не очень держатся на ножке и немножко шатаются. Ну, да, шатаются, да. Потому что, как бы, там специально же созданы, видите, у нее какая-то очень маленькая ножка. Практически как у Барби, я так думаю. Ей даже обувь Барби подойдет. Ну, особенно та, которая на сплошной платформе, потому что здесь уже кабуки не оденешь. Потому что у нее, не как у Пулип, кукол, у нее здесь нет шарнира. У кукол Пулип, говорят, здесь шарнир есть и в груди. И еще глаза двигаются тоже. Но Пулип очень дорогие, поэтому я лично предпочитаю вот этих кукол. Вот так вот у нее волосы выглядят без ее капюшона. То есть, они такие вот густые все, такие все волнистые. Но капюшон-таки достаточно там мешает. Он очень большой, поэтому его можно либо здесь вообще резинкой вот так прижать, чтобы он не мешал ей. Потому что вот он здесь торчит. И немножко мешает. Если честно, можно даже эту курточку и снять. И одеть, как я уже сказала, или сшить ей какой-нибудь топик. Или кофточку подходящую. Особенно те, кто шить умеет, можно сшить. Без капюшона, если честно, она вообще очень красиво выглядит. И как я уже сказала, можно вот так ей вот здесь заколоть вот такой вот бантик, который мне понравился. И вот так вот ее оставить. Ну, в принципе, куколка вот такая вот у меня. Вот все, обзор готов на нее. Вот такая вот куколка. Сейчас я немножечко подальше отодвину. Вот такая вот у меня новая куколка. Шибаджуку, которую зовут Коя. И эта кукла мне очень сильно понравилась. Жду еще и шиджуки такую. Продолжение следует...